Привет всем! Сегодня я покажу, как вылепить кисть кукли. И для этого нам понадобится проволока разного размера, полимерная глина, влажные салфетки, фольга, ну и инструменты. Проволоку нужно двух размеров, одну потолще, одну потоньше, ту, которую потоньше мы отрезаем на 5 ровных частей. И очень плотно накручиваем. На основании. Оставляя при этом определенный размер для наших будущих пальцев. Проволоку нужно накручивать очень плотно, чтобы при лепке она не двигалась. Более тонкую накручиваем так, чтобы было ровное расстояние между пальцами. Большой палец мы должны накручивать чуть ниже. Вот так вот. Опять нужно размять полимерную глину в руках и закрепить основание, чтобы нам проще потом было наносить дальнейшие детали. Нужно использовать часть фольги, чтобы разделить больший палец. Вот четырёх. Это поможет нам немножко сэкономить глину и при этом нашу форму руки мы сможем сформировать. Лепка кисти очень увлекательный процесс. Очень много деталей, на каждом пальце у нас есть суставы, ногти, разные морщинки, ладонь тоже имеет очень красивую форму. Каждый палец, каждую проволочку тоненькую облепить плотно-плотно примерной глиной. При этом нужно тщательно проверять, чтобы воздуха под глиной не было, потому что в момент запекания может произойти трещина. Поэтому очень важно, чтобы глина не прокручивалась, не чувствовалась пустота. На первом этапе мы просто наносим глину. Никаких деталей вначале пролеплять не будем. Наши будущие пальчики должны быть приблизительно одинаковой толщиной. Размер соответственно как на нашей ладошке. Опять же мы можем смотреть книжки по анатомии человеческой фигуры. А можем взять любого человека и посмотреть как ладошка. Можем при этом смотреть на свою ладонь. Также очень длительный процесс. облепленный процесс. Если вы будете получать… meaning. Какой из них вы будете делать все? Рисовки открылись. Угу. Угу. достаточно твёрдая. Мы должны размять в руках в виде пластинки и наносить на проволоку. Обязательно нужно смотреть, чтобы проволока не торчала наружу. Все нужно тщательно залепить. Ну вот, в принципе, у нас весь каркас далеко не длинный. Мы будем разглаживать шероховатость. Выбираем те инструменты, которые нам больше всем нравятся. Опять же, их должно быть много. Теперь мы можем формировать поочерёдно каждый пальчик или кисть. В целом, мы можем её выгнуть, завернуть. Не забываем, что палец находится ниже всех пластальных пальцев. Можем вот так вот выгнуть, то есть можно смотреть на свою руку, которая поможет нам нашей лепке. Также смотрим все бугорки нашей ладошки. Так как у нас ладонь не сказочного персонажа, а просто нашей героини, девушки, дамы. Мы должны делать пальчики тоненькими. не забываем разглаживать шероховатости. Это нужно делать на протяжении всей лепки. Ну, вот основную часть мы делали. Берём ладошку, которая у нас уже более заглажена и на ней будем делать уже подетально нашу будущую ладонь. Каркас металлический нам позволяет выгнуть ладони пальцами, как нам нравится. И сейчас мы по максимуму это используем. Руку смотрим со всех сторон, так как мы будем прорабатывать детали и с внутренней части, и с наружной. все наши складочки мы формируем на каждом пальчике. Берём нужный для этого инструмент. Не забываем, что пальцы у нас круглой формы. Каждый раз мы должны поправлять это и заглаживать при этом. Вообще, лепка кисти это любимая моя часть куклы, потому что здесь можно свое мастерство проявить по максимуму. Кисть можно купить столько, сколько пожелаете. пусть нет предела совершенства. Определённым инструментом мы можем сделать нохоть. не забываем, что у нас должны быть очень красивые тонкие пальцы ногти. И так же длинные ногти, которые потом впоследствии можно будет вскрыть лаком того цвета, который не захотим. лепим подетально каждую часть, не забывая по суставу, сгибы и так далее. И при этом заглаживаем и проверяем, чтобы не просвечивалась наша проволока. проволока что эта полимерная глина у нас имеет эффект полупрозрачности и после запекания будет эффект настоящей кожи полупрозрачной очень красивой. Поэтому чтобы наша проволока не просвечивалась. Проверяем на наши руки все линии на наши ладошки. Очень приятно, что глина позволяет своей твердостью позволяет не деформировать основную часть. При этом мы должны помнить о том, что у каждого руки разная у кого-то более теплая у кого-то более холодная поэтому в любом случае кисть нужно держать очень-очень аккуратно. Теперь каждый пальчик сравниваем, чтобы он не отличался от других если только по длине смотрим все наши подушечки, все наши линии. влажной салфеткой мы убираем ворсинки, пылинки и при этом влажная салфетка нам помогает немножко заглаживание и смягчает длину. я уже говорила веку кисти очень длительный процесс очень увлекательный не забываем на каждом пальчике вносить инструментом наш локоть мы можем в принципе каждый ноготочек вносить отдельным кусочком глины и формировать в виде лепесточка у кого нет инструмента вспомогательного можно сделать ногти именно таким путем каждый палец мы можем согнуть так как нам нравится не будете экспериментировать старайтесь пример брать свою руку ну вот что у нас получилось притираем маршинки притираем и дальше продолжаем детально прорабатывать руку мы стараемся пальцы сформировать так чтобы они были от одной руки что это значит то есть пальцы схожи друг другом линиями пропорциями и так далее чтобы не было что при указательном палец отличается от всех остальных или на низине с более длинными или более крупными не забываем наносить линии нога гости вообще ладони бывают разные люди и тоже и прилепки куклы вы обязательно наблюдайте за кистями за глазами за чертами лица мои многие ученицы рассказывают что после того как начинают лепить куклу едут в транспорте и у них уже срабатывает поисковая система они смотрят как что какие черты лица когда человек разговаривает когда спит когда сердится жестикуляция рук это все помогает будущим кукольникам недостаточно одной анатомии нужно обязательно наблюдать за натурой вообще лучше всего научиться лепить это по натуре это нужно кого-то просить чтобы кто-то позировал или же смотреть на себя в зеркало на свои руки смотреть и так далее ну вот самое основное мы нанесли можно дальше совершенно совершенствоваться или оставить на этом не так до свидания до следующих видео уроков я с вами не знаю что это не знаю Продолжение следует...